МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В районах нашей республики пройдут ярмарки, региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства под названием «Работа России. Время возможностей». Да, действительно, возможности найти работу будет предостаточно для желающих. Сотни организаций, предприятий, больших и малых, выставят свои вакансии, и все это для ищущих трудоустроиться. Организаторы считают, что проведение предстоящей ярмарки самой масштабной и всеохватывающей. Вот об этом подробнее прямо сейчас. У нас сегодня в студии первый заместитель директора государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия, Центр занятости населения Республики Саха-Якутия Игорь Иннокентьевич Соловьев. Здравствуйте, Игорь Иннокентьевич. Добрый день. Уважаемые слушатели, телезрители, если у вас возникнут вопросы в ходе нашей сегодняшней телерадиопередачи, пожалуйста, задавайте их по телефону 8 411 2 и 32 00 66 и 32 11 66. И думаю, Игорь Иннокентьевич очень подробно ответит на ваши вопросы. Ну что ж, насколько мне известно, это уже второе мероприятие, да, Игорь Иннокентьевич? Первое состоялось в прошлом году. Ну вот, может, давайте вспомните то первое мероприятие. Ну, в этом году Всероссийская ярмарка вакансий пройдет уже второй раз в Республике. Она в прошлом году проходила на два этапа. Первый этап у нас прошел в музее «Моя история». Вот, и по всей республике, по всем УЛУСам, во всех районных центрах, центры занятости, филиалы и представительства провели одновременно ярмарку вакансий. Вот, и на прошлогодней ярмарке вакансий у нас участвовало больше 400 предприятий и организаций со своими вакансиями, и пришло, ну, порядка, более 4000 соискателей. Ну что ж, мы скажем, что на следующей неделе уточним дату, да? Это 12 апреля. Да, это в этом году будет, первый этап будет 12 апреля. И, кстати, это пройдет не только у нас в Республике в один день, но и по всей стране, России. Да, это всероссийская ярмарка, она проходит в один день по всей Российской Федерации, во всех населенных пунктах, где есть центры занятости. Служба занятости проводит такое очень большое мероприятие по всей стране. Да, и вот какие планы по участникам в этом году, да? И где мероприятия пройдут в городе Якутске конкретно уже? И, я думаю, что тоже интересный вопрос, а где можно принять участие в районах, у ЛУСах? В республике. Ну, всем понятно, да, что основная ярмарка, конечно, пройдет в городе Якутске, самая большая. И она пройдет в креативном кластере квартал труда по улице Труда 1А. Вот здесь на первом этаже у нас будут находиться предприятия, представители предприятий, которые будут сразу набирать, могут сразу набрать себе на свободные вакансии соискателей, людей, которые желают трудоустроиться. А в районах у нас, во всех 35 районах одновременно также пройдут мероприятия, ярмарка. И во время ярмарки тоже будут присутствовать представители отдела кадров предприятий, которые будут непосредственно набирать желающих трудоустроиться. То есть числа безработных, незанятых, людей, которые хотят поменять профессию и вообще интересующихся трудоустройством граждан. Вот еще раз напомним, уважаемые телезрители и радиослушатели, что регистрация участников ярмарки в столице нашей республики, в городе Якутске, начнется с 9 часов 12 апреля. Как сказал уже наш участник передачи, в креативном кластере квартал труда по адресу город Якутск, улица Труда, дом 1А. Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу, только напомню, телефон, уважаемые телезрители и радиослушатели, 32-00-66, 32-11-66. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, можете задать Игорю Иннокентьевичу Соловьеву. Ну, наверное, тоже такой интересный вопрос, наверное, Игорь Иннокентьевич, да, вот насколько жители Якутии охотно посещают подобные мероприятия? Ведь после пандемии, как мы знаем, все привыкли большую часть дел совершать через интернет, в онлайн-режиме, ну, в том числе, конечно, искать работу, наверное, тем, кто нуждается в этом. Да, конечно, служба занятости предоставляет множество вариантов, как трудно найти работу, да? Ну, это, во-первых, это портал «Работа в России», это всероссийский портал, где есть все вакансии официальные, всех организаций, любой формы собственности, которые выставляются на общее обозрение, и человек может через службу занятости или напрямую к ним обратиться, заполнить анкеты, туда направить, и можно трудоустроиться. Ну, и на этом же портале, конечно, сразу видно множество государственных услуг, которые предоставляет служба занятости. Да, ну вот, а всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» время возможностей пройдет очно. Так, у нас телефонный звонок, пожалуйста, наушники, Игорь Накантьевич. Алло. 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 Доброго дня. Доброго дня, слушаем вас. Алло. Доброго дня, хорошего апелля месяца и хороших 38 недель до 31 декабря. А вот у меня вопрос. Юрий, как по отцу, прошу простить, чей... Юрий Николаевич. А, Юрий Николаевич, у меня такой вопрос. Я в минуле УЭГ Колома звоню. А вот сейчас в эфире прозвучала такая информация такая, то, что 12-го будет регистрация трудоустройства. Да, да, да. Ярмар. И буду там поднимать участие отдел кадров. Угу. Вот у меня вопрос отдел кадров Зура УЭГ Колома. Так. И как бы он будет, не будет, у нас по месту, ну, у нас в районе как, вот этот вопрос. Хорошо. Ну, давайте, вот ваш вопрос тогда передависую Игорю Иннокентьевичу, конечно, нашему непосредственному представителю. Пожалуйста, специалисту. Добрый день. Ну, в этот же день также будет проходить ярмарка вакансий в Зырянке. Ну, как я понял, оттуда, да? Да. Звоните. Вот, в Зырянке будет проходить то же самое ярмарка. Ну, перечень предприятий, с которыми мы отрабатываем, которые будут участвовать, и где, у кого есть вакансии, они нам сейчас передают информацию. Ну, я вот точно прямо сейчас не скажу, что вот эта организация именно участвует, да? Но можете обратиться в Центр занятости и уточниться. У нас еще будут, ну, как бы по-современному, у нас будет информативная табличка, которую мы будем отправлять по соцсетям. И здесь можно по QR-коду открыть, ну, и посмотреть, какие организации там участвуют. Там можно ознакомиться уже подробно, более подробно. Ну, там заявку, точнее, извиняюсь, там заявку пишите. Это более подробно расскажем, да? И основная информация у нас есть в сайте нашем. Это портал Центра занятости. Работа в Якутии. Все пишется слитно. И находите в интернете, можете посмотреть. Ну, хорошо. 8-411-2-32-00-66 или 32-11-66. Уважаемые телезрители и радиослушатели, пожалуйста, звоните, дозванивайтесь до нашей студии, задайте свой вопрос. Вот первым заместителю директора государственного казенного учреждения республики Центра занятости населения республики Саха-Якутия Игорю Иннокентьевичу Соловьеву. Ну, что ж. Ну, вот у якутиан будет возможность не только выбрать подходящую, да, скажем, вакансию, но и сразу же на них откликнуться, конечно, да? Получить первую информацию свежую. Да, конечно, когда проводится ярмарка, приходят именно специалисты отдела кадров, где можно на ярмарке сразу же с ними переговорить, какие условия труда узнать, да, какая зарплата, что требуется, какие у них требования. Прямо здесь же пройти собеседование, в принципе, да, и обычно отделы кадров, специалисты отдела кадров потом уже приглашают какой-то день, дают, ну, уточняются. И на какое-то время уже можно подойти прямо на предприятие и уже оформляться. Ну, конечно, сразу на ярмарке идёт подбор, а потом уже оформление идёт впоследствии на предприятии. Хорошо. А какие ещё услуги можно получить в ходе ярмарки? Ну, ярмарка у нас достаточно обширная. Да. В этом году она намечена совместно с ярмаркой вакансии. И у нас пойдёт, во-первых, ярмарка учебных мест. Мы в квартал труда пригласили учебные, практически все учебные заведения, которые находятся в городе Якутске. Это вузы, заведения СПО, частные учебные заведения, НКО. Вот они будут предоставлять свои услуги. И здесь, например, мы пригласим выпускников в школу, которые смогут подойти. И прямо во время ярмарки посмотреть, выбрать, например, будущее учебное место. А также вот как-то будет оно совмещено, что именно вы высмотрели для себя учебное место. И тут же будет работодатель, который после этого учебного заведения, например, может предоставить себе вакансии по специальности, куда можно трудостроиться. Ну, например, я приведу пример, что будет Институт водного транспорта, например, и училище. Оно предоставляет высшее учебное образование, высшее образование и среднее специальное образование. И сразу же будут у нас, например, ЛОРП. И сразу и администрация Ленского речного бассейна, которые каждый год набирают специалистов, ищут. К нам обращаются, с нами сотрудничают. И здесь, например, молодой человек может подобрать себе образование и сразу же трудоустройство будущее. Ну, через год, через два, по окончанию. Да, давайте тогда еще более подробнее тоже расскажем. Игорь Иннокентьевич, а как подготовиться правильно к ярмарке? Наверное, все-таки надо с собой взять резюме, наверное, какие-то документы в обязательном плане. Пожалуйста. Вот это самый, я считаю, важный вопрос, наверное. Чтобы не с пустыми руками-то явиться. Ну, во-первых, у нас будет карточка с QR-кодом, где вот как раз на телефоне можно сделать заявочку. Фамилия, имя, отчество, какой район и телефон. И направить сразу к нам. И тогда мы уже будем готовы встречать данного гражданина. Ну, на ярмарке, конечно, мы, центр занятости, специалисты центра занятости, инспектора, показывают, как составить резюме. Резюме составить. Такие документы нужны. Но все-таки я бы порекомендовал гражданам, которые обращаются, которые подойдут в ярмарку, лучше подойти с готовыми резюме к работодателю, с собой иметь копии или документы об образовании, о прописке, чтобы облегчить работу инспекторов, отдела кадров предприятий. Хорошо. Вот как сообщила председатель Госкомитета занятости населения Светлана Горюшинская, благодаря ярмарке можно не только сменить профессию, но и найти работу по своей специальности, с более привлекательными условиями. Вот как часто бывает так, что якутяне меняют работу на более привлекательную. Бывает все-таки, да, есть такие люди, которые меняют на более привлекательную работу, что было прежде? Да, конечно. Есть такие моменты, их довольно много. Ну, вообще-то рекомендуют время от времени менять свое место работы. Через определенное время, да? Да, через какое-то время, чтобы не выгорать. И вот как раз ярмарка является самым таким доступным методом, когда в одном месте собирается столько работодателей, столько информации будет подробной, с первых уст. И, например, ну, если человек даже... Мы приглашаем даже работающих, чтобы как-то выкроили время и подойти, найти более какую-то работу. А вот для этого, чтобы можно было поменять работу, место работы, у нас есть госпрограмма, называется «Профобучение, повышение квалификации и переквалификации». Здесь же на ярмарке можно получить в этом направлении информацию. Какие в этом году мы по каким специальностям будем обучать, как будем повышать квалификацию. Хорошо. Переквалифицироваться можно. Ну, и тут же можно легко, например, вот с работников организации узнать. Конечно. У нас телефонный звонок, вот мне вроде режиссер подсказывает. Алло. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Николаевич, Игорь Иннокентьевич. Ага, здравствуйте. Добрый день. Валерий Иванович. Так, слушаем вас, Валерий Иванович. Ну, вот что можно сказать-то. Это, наверное, самая лучшая передача, которые, однако, здесь были за наш период. Ну, ничего не скажешь, но благодать, вот честное слово, прямо на душе и сердце, так весело, так хорошо, так. Вот люди открыли и помогают людям вот устроиться. Сейчас же самое главное трудоустроиться. И все вот на встречу людям делается. И резюме, и то, и встречи, и в один день. Все помогут, все сделают. Нечего сказать. Вот честное слово. Спасибо организаторам, спасибо тем, кто создавал. Это людям только на благо. Большое спасибо. Ну что ж, мы продолжаем нашу телерадиопередачу. А вот если в кухню, да, немножко служба занятости влезть, скажем так. А вот как проходит поиск работы для соискателя? Вот, может, вкратце тоже расскажите нашим телезрителям, радиослушателям. Да, вот в последнее время у нас система работы чуть поменялась. Раньше все было, конечно, очно. И подход подошли в Центр занятости, подали заявление, предоставили документы. Вот уже года два-три прошло, как мы стали работать в цифровом формате. У нас заработала единая цифровая платформа Министерства труда. Например, граждане сейчас имеют возможность обратиться в службу занятости дистанционно. Заходят через госуслуги портал Работа в России. Там очень много различной информации. И там же можно подать заявку, чтобы стать безработным гражданином. Получить, точнее, подать заявку службы занятости, получить статус безработного гражданина. Ну и как претендовать на пособие. Или же еще лучше искать вакансии по направлению Центра занятости. Можно пройти обучение. Но если есть какие-то проблемы, можно какие-то психологические услуги получить. Вот все-таки, наверное, телезрители, радиослушатели тоже могут заинтересовать вопрос. Все-таки на ярмарке много будет работодателей, да? Различных крупных, малых предприятий. Вот представлены на этой ярмарке. Или там все-таки будут какие-то отдельные по секциям, чтобы люди не запутались все-таки? Да, конечно, мы постараемся, чтобы промышленные предприятия были как-то отдельно. Да, да, да. Сельско-хозяйственные отдельно. Бюджетные организации, чтобы тоже отдельно сидели. Плюс еще транспортники. Ну и все отрасли были у нас, представляли на ярмарке. И чтобы было удобно людям. Хорошо. Ну, например, расскажите об успешных кейсах трудоустройства. Вот кто из якутян смог найти действительно стоящую работу? Несколько слов, пожалуйста. У нас не так много времени, но... Да, ну, ярмарка, она достаточно, скажем так, эффективное средство. Когда люди обращаются к нам и трудоустраиваются. Ну, пофамильно говорить не буду, но тем не менее в прошлом году у нас больше ста человек трудоустроились в результате этой ярмарки. Это сразу практически видно в ближайшие месяцы было. У нас мы трудоустраиваем, кроме обычных людей, таких как мы, к нам обращаются отдельные категории граждан. Люди с инвалидностью. Вот в прошлом году был очень хороший пример в Мирном районе. Человек к нам обратился, и филиал Мирненского района договорился с работодателем. Провели очень хорошую работу, и гражданин в результате ярмарки трудоустроился. У нас бывает, что трудоустраивают участники СВО, члены их семей. Ну, практически кто обращается к нам с пустыми руками не уходит. Поэтому и школьники, которые подходят, и выпускники учебных заведений, и соискатели, те люди, которые ищут работу, безработные, люди, которые хотят поменять работу, они к нам приходят. Если прямо сейчас не находят работу, они прямо сейчас на ярмарке трудоустроятся, но они в последующем получают довольно много информации, когда могут трудоустроиться. Ну что ж, где-то у нас около 30 секунд, скажем так, да? Остается, Игорь Иннокентьевич, Ваши пожелания тогда телезрителям и радиослушателям. Да, уважаемые зрители, уважаемые радиослушатели, это очень большое мероприятие службы занятости. Оно проходит два этапа. Вот 12 апреля будет первый этап, где у нас будет ярмарка вакансий, ярмарк учебных мест. И плюс к этому мы еще проведем профтуры во всех районах, когда у нас выпускники учебного заведения, школьники и желающие трудоустроиться безработные граждане будут посещать именно предприятия. Спасибо. Конечно, всех приглашаем, участвуйте, приходите, всем поможем. Ну что ж, всех приглашаем на Всероссийскую ярмарку. На следующей неделе, 12 апреля, особо... Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это Якутск. Сегодня. Наша очередная собеседница, председатель Ассоциации пациентов со спиноцереблярной таксией первого типа и другими нейродегративными заболеваниями Республики Саха-Якутия, научный сотрудник Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, врач-генетик Оксана Гаврильевна Сидорова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде всего позвольте, Оксана Гаврильевна, поздравить вас в вашем лице и всех членов Ассоциации с победой на первом этапе конкурса Фонда президентских грантов 2024 года. Проекта «Наша сила в единстве». Спасибо. И вот буквально сегодня, в День гражданского активиста в Республике Саха-Якутия, мероприятие которого и проходит повсеместно, вам вручено благодарственное письмо главы Якутии Ассена Сергеевича Николаева за активную гражданскую позицию и вклад, выносимый в разработку социально значимых проектов. Да, спасибо. Это, кстати говоря, у вас, по-моему, третья по счету, да? Да. В январе этого года мы стали третий раз победителями Фонда президентских грантов, Фонда Путина. Мы имеем еще в багаже два гранта главы Республики Саха-Якутия, нашего Илдархана, и две субсидии мэрии города Якутска нашего. Ну что ж, хочется просто поблагодарить вас, конечно, и членов Ассоциации, ваших коллег, вот, и тем, что, конечно, вы проявляете очень такую, я бы сказал, высокую гражданскую активность, действительно, в том, чтобы вот как-то сделать все возможное для того, чтобы вот население нашей Республики, да, меньше и меньше всего страдало от тех или иных, очень, сказал бы, заболеваний, да, особенно вот нейронегаративных заболеваний Республики. Ну, в это воскресенье, кстати говоря, Оксана Гавриловна и наши телезрители, радиослушатели, 7 апреля отмечается Международный день здоровья. Здоровье человека, вот как сохранить-то его, да, сберечь на долгие годы, это задача, как говорится, не одного поколения, наверное, да, человечества. Когда вот окружающая вот нас среда, ну, обитание, скажем так, полна неожиданностей, да, негативных процессов, всплесков различных заболеваний, ну, в общем, много чего можно еще привести, да, Оксана Гавриловна. Вот, а как вы считаете, какие основные вот ошибки современного человека, человека нашего времени, влияют на ухудшение состояния его здоровья? Вот как вы считаете, специалист, как врач? Да, очень правильно отметили, что в последнее время стала очень высокая заболеваемость с различными болезнями, да. Мы знаем, что каждый век приносит свою новую болезнь, каждое поколение болеет своими заболеваниями, так же, как есть понятие такое наследственные заболевания в каждой популяции. Есть якутские болезни наследственные, есть болезни наследственные, значит, финской популяции, есть болезни евреев ашкенази. Но это не зависящее от нас наследственное заболевание. Кроме всего этого, есть болезни, которые вот человек, не зная своего организма, не зная правил определенных, он привносит эти болезни, вызывает как будто бы на себя, он их сам. И самой основной ошибкой нашего современника является то, что он по незнанию пытается исчерпать до дна ресурсы своего организма, потому что мы, как биологический вид, мы все-таки рассчитаны на какое-то определенное время. И наши ресурсы, они не бездонны. То есть особенно молодежь наша ведет себя так, как будто они бессмертные в этом плане. Вот ведь еще первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев, который, кстати, был одним из создателей Якутского научного центра комплексно-медицинских проблем, благодаря ему мы сейчас двигаем якутскую науку, он ввел такой интересный термин, казалось бы, на первый взгляд режущий слух, человека потребления. Это значит, в термине очень глубокий смысл в том плане, что каким же образом надо бережно, экономно исчерпывать ресурсы своего организма. Так как все-таки с возрастом приходят заболевания, оксидативный стресс накапливается в организме, и с возрастом приходят те или иные болезни. В последнее время есть тенденция, что в одном организме мы наблюдаем 2 и 3 более значимые заболевания. Это называется коморбидность. От латинского слова ко – это вместе, морбус – это заболевание. То есть часто бывает так, что в одном организме и сахарный диабет, и атеросклеритические изменения, и шимическая болезнь сердца, и артроза, артрит. Вот это одни из самых распространенных социально значимых в последнее время заболеваний. Поэтому мне бы хотелось, чтобы наши современники, особенно молодёжь, задумывались над тем всё-таки, что впереди у них ждёт длинная, должна ждать счастливая, здоровая жизнь. Что они не должны сразу исчерпывать свои ресурсы своего организма. Да, конечно. Вот действительно, Оксана Гавриевна, вы правы в том, что действительно сегодня как-то мы человек, современный человек, молодёжь наша в том числе. И, может, даже и люди чуть постарше, наверное, среднего поколения. Пока своему здоровью мы относимся небрежно, небрежно, конечно, да, как бы не обращая внимания на те или иные, наверное, риски нашего внутреннего организма. Да, и тут, знаете, хочется сказать, что вот высказывание первого президента Михаила Ефимовича Николаева, что такой термин введённый, казалось бы, он по-первости режет слух человека потребления. Что я там кусок тортика, чтобы меня потихоньку потреблять. Но ведь он прав на самом деле, это же законы природы. И вот это его выражение перекликается с тем, как сказал академик, известный русский академик Иван Петрович Павлов. На закате своей жизни он ведь и был известным физиологом, лауреатом Нобелевской премии, одни из первых российских лауреатов. Он сказал, что это же как же надо не знать свой организм, это же как же надо не любить себя, чтобы довести такую совершенную систему, имеющую семь этапов защиты, до заболеваний. То есть это как же надо сильно издеваться над организмом, чтобы довести его до болезни. Вот если кто-нибудь был глубже, то, конечно, тут ещё такой вопрос возникает, да, Оксана Гаврииловна? Вот как генетика человека, да, генетика, вот о чём тоже вот много сегодня говорится, влияет на сохранение здоровья отдельного индивида, скажем так, по-научному? Да, значит, я считаю, что всё-таки каждый человек относится к какой-то популяции в большей или меньшей степени, да, то есть он обязательно должен строить свою жизнь с учётом этого. Ведь мы знаем, что только 10, максимум 12 процентов здоровья человека зависят от системы здравоохранения. Вот 70 процентов зависит от самого человека, 20 процентов от генетики и наследственности, на которые человек, конечно, отдельно взятый индивид, но никак не может на это повлиять. Ведь есть же наследственные заболевания, которые вот передаются, значит, по родословной. Если имеется популяция, она небольшая, то это где-то около 20 процентов, 20 заболеваний каждый человек несёт себе молчащих генов, молчащих заболеваний. Это в маленьких популяциях, в больших популяциях 10-15 заболеваний. Вот, если это заболевание не пришло, значит, тебе по родове, то это же очень здорово. Но всё остальное относится уже к мультифакториальным заболеваниям, то есть заболеваниям предрасположенности именно каким-нибудь. То есть если был сахарный диабет в роду, то, значит, надо тебе обязательно на это обратить внимание, меньше углеводов потреблять. Значит, твоя генетика такова, что она не выдерживает большую нагрузку углеводами. Вот, кстати говоря, в конце декабря глава нашей республики СН Николаев подписал указы о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в республике Саха, Якутия. Конечно, они направлены на осуществление прорывного развития здравоохранения региона, увеличение численности населения и продолжительности жизни, снижение уровня смертности и инвалидности населения. Кстати говоря, в этом же указе отмечено о том, что в республике будет уделено внимание развитию генетики. Кстати говоря, он уже не первый раз обращается к этой теме генетики. И вот она прозвучала также и в десятилетие. Здоровье тоже в республике у нас объявлено. Как вы знаете, главой республики СН Николаем обеспечиванию сферы здравоохранения квалифицированными кадрами. Здесь тоже кадры, ведь тоже большую роль играет. Да, согласна. Сегодня мы говорили, а для того, чтобы решить эти вопросы, нужны нам квалифицированные кадры, которых, к сожалению, иногда у нас и не хватает. Развитие медицинской науки, Оксана Гавриловна. Ну и цифрового здравоохранения в республике. Да, согласна. Ну вот теперь, что касается, в начале этого года было объявлено о победителях федеральных президентских грантов в Российской Федерации за 2024 год. В числе 14 НКО нашей республики, вот вашей общественной организации вновь в этом списке победителей. Вот, ну ассоциация ваша тоже вышла в число претендентов, я настала обладателем этого гранта президентского. В чем успех победу вашего НКО? Ну, во-первых, конечно, у нас программа социальная. Мы помогаем населению оздоравливаться. Мы, значит, редкая некоммерческая организация, которая в своих экспедиционных выездах читает лекции. На сегодняшний день мы прочли, мы, значит, объездили на сегодняшний день 9 улусов и посетили около 50 населенных, отдаленных населенных пунктов, прочли около 70 лекций профилактических для населения. Вот, и вторая причина – это наше добровольчество. Наши врачи, научные сотрудники, наши врачи, лаборанты, врачи генетики, ведущие специалисты наших двух отделений, это отделение ревматологии и отделение неврологии, они являются специалистами-добровольцами. Мы работаем на добровольческих началах, потому что мы работаем безвозмездно. Мы за свой труд не просим оплату. Это является тоже существенным плюсом в то, что мы выигрываем в грантах. И третье, конечно, это наш опыт, потому что мы являемся одними из учреждений медицинских, которые с 2021 года начали выезды в Арктические Улусы и Заречные Улусы для осмотра населения отдаленных насляков. Вот если несколько слов о вашем новом проекте в гранте фонда президентских грантов. Как он называется? Наш проект называется «Наша сила в единстве». Но на самом деле, так как мы являемся общественной организацией, ассоциацией пациентов СУСПИНа, цереблярная таксия первого типа, это одна из наиболее распространенных наследственных заболеваний в Якутии, и другими нейродегенеративными заболеваниями. Нейродегенеративные заболевания – это примерно около 30 нозологий, которые сейчас каждым годом всё увеличивается и увеличивается во всём мире. Это такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, старческая деменция, болезнь Паркинсона и ряд других наследуемых и ненаследуемых нейродегенеративных заболеваний. И поэтому мы работаем по одному принципу. Выезжаем отдалённые на слега, осматриваем пациентов, отбираем, у кого есть похожие симптомы, приглашаем к себе в клинику на консультирование и на стационарное обследование для уточнения диагноза или для коррекции, если уже назначено было лечение, для коррекции диагноза. Вместе с тем с нами очень тесно работают врачи-ревматологи, тоже выявляют системные заболевания. Сейчас стало очень много аутоиммунных заболеваний. Это такие заболевания, как болезнь Бехтерева, ревматоидные артриты, синдром Такаясу, синдром Шегрена, псориатические артриты и тому подобное. Также мы ведём у себя в неэкспедиционное время приём докторов, консультативный приём. У нас есть кабинет генной инженерной терапии, у нас принимает врач-невролог в поликлиническом отделе, ну и врач-генетик, конечно же. Ну что ж, у нас времени тоже остаётся совсем немного до конца эфира. Александра Гаврилина, ну, пожалуйста, поделитесь с планами на перспективу, если можно. Да, планы у нас, в принципе, какие. Мы объездили только 9 Улусов, мы хотим ещё поехать в сторону Олегминска-Ленска. Мы ещё не были в Горном, в Кобяйском, и в Намском, в Улусе, в Хангаласском. То есть нам много ещё предстоит поработать, поездить по Улусам, по наслегам, прочитать лекции и ознакомиться с населением. Мы также планируем всё-таки поработать с молодой порослью семей с наследственным заболеванием, потому что мы должны готовить молодое поколение, чтобы они не боялись наследственных заболеваний, чтобы они были информированы. Так как человек, когда не знает, он, конечно же, боится, закрывается. Этот страх иногда и портит ему жизнь, и меняет планы. — Так, ну вот теперь скажите, вы побывали уже в ряде Улусов нашей республики, в районах, повидались с больными и с пациентами своими. Какие основные нарушения здоровья и сбережения, о чём мы сегодня говорили, вот в этих населённых пунктах, на ваш взгляд, имеются на сегодня? — Да, вспомним старое доброе слово «гигиенос». То есть это «гигиена» по-гречески. — Гигиена, самая обычная. — Да, по-гречески «гигиена», и оно означает «приносящее здоровье», приносящее и сохраняющее здоровье. Мы знаем, есть гигиена кожи, гигиена волос, гигиена ротовой полости, вплоть до гигиены ученика, как он должен сидеть. Сейчас есть понятие «цифровая гигиена», сейчас есть понятие «компьютерная гигиена», есть понятие «психогигиена» или гигиена взаимоотношений. И мне хочется внести такой новый термин, как «генетическая гигиена». То есть мы, каждый представитель своей популяции, в данном случае якутской популяции, мы несем в себе какой-то пол необходимых генов, которые изначально были сформированы на переработку. Там ведь всё-таки белки работают, в каждом гене он вырабатывает белок. Эти белки у нас определены для того, чтобы перерабатывать определённые продукты. И вот увеличенное количество потребления углеводов, однообразное, несбалансированное питание в большинстве своём приводит к основным социально значимым заболеваниям. — Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, надо беречь своё здоровье, как сказала Оксана Гавриловна. Поэтому будем все бороться за это. Здоровый образ жизни всё-таки у нас должен быть на первом плане. — Да, в основе всего. — Оксана Гавриловна, да, поэтому мы должны в основе этого, хотя бы этого пока придерживаться, а потом уж серьёзно отнестись к своему здоровью. — Ну что ж, на этом наша программа подошла к концу, уважаемые телезрители и радиослушатели. Всего доброго, до свидания, до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!